И здравствуй, YouTube! С вами Сирзахадж и компания, и мы продолжаем Аграя Инскайз. И мы тут продолжаем развлекаться по полной программе, и Герон идет искать себе молот. Я продолжу просеек рут, гравий, ибо хочу получить что-нибудь существенное. Я просто похожу и узнаю, чем бы мне полезным заняться для команды. Можешь мне скинуть гравий. Окей. Добыть каблы, а я пойду... А, хотя да, точняк, пойду-ка я порублю каблу. Хотя, я думаю, что зрителям на YouTube будет, конечно, потрясающе интересно на это смотреть. Давайте, наверное, подумаем, какая у нас следующая цель все-таки. Экструдер? То есть мы сейчас временно забиваем на квесты и бросаем все силы на то, чтобы себе сделать автоматический каблген. Я считаю, да. Это нам сейчас очень-очень нужно. Можем еще попробовать, конечно, выполнять задания с мобами, но это довольно сложно будет. И можем выполнить Librarian, я думаю. Ага. Ну, окей. Тогда сначала я сейчас, собственно, показываю своим зрителям о том, что нам нужно для того, чтобы сделать Egnus Extruder. Нам нужно два кусочка олова. Нам нужен Pneumatic Servo, который делается из двух кусков железа. Redstone, насколько я помню, мы выбили. И двух кусков стекла. Со стеклом все просто. Кроме того, нам понадобится поршень. И, кроме того, нам понадобится машин Frame, который делается из железа, слава богу, не только из стали, и одного куска золота. Так что нам сейчас нужно 6-7 железа, одно золото, много всего остального. Золото есть, железо есть четыре, хотя это же четыре таких кусочка. Да, четыре кусочка, насколько я помню, это в... Один слиток. Да. Ну, в печке Tinker's Constructor два. Но у нас ее пока нет, поэтому без вариантов. Пока нет, без Aquex аккумулятора мы ее не получим. Вот как только у нас будет Aquex аккумулятор, можем начинать ее получение. Ну что, господа, мне кажется, что это вполне себе достижимая цель об обозаимом будущем. Да, согласен. И я считаю, что печку Tinker's Constructor мы чем раньше поставим, тем лучше все будет. Потому что я хочу Envar, я хочу Envar Barney, Envar Turin, но нам всем это в идеале, я считаю. Ага. Потому что это гораздо лучше. Ну да, но она все равно кожаная. Я считаю, что нам стоит сделать Envar, потому что это выходит дешевле, чем делать из железа, а никель все равно больше никуда не девается. Так, у нас здесь есть Copper, Lead, Gold. Ага, есть у нас Gold. Red Stone, Tin. У нас есть Tin, отлично. Так, можно забрать это из сундука и на переработку я это все отправлю. Ручную. То, что у меня сейчас есть. Да, скрафчивать и перерабатывать. Ну, чтобы особенно вас не напрягать. Ну, окей, я тогда пойду еще немножко порублю кабл. Хотя мне бы что-нибудь покушать. У кого там ничего не завалялось? У меня пусто. Могу дать футочку, однако. Так, есть тут... А, у меня есть Мэг, это секунду, сейчас видел. Так, это не тебе дал. Жилье, ну ладно, сейчас. Не, я не подобрался. Я кушаю личинок. Ой, господи. Ой, у меня началось головокружение. Но зато я почти наелся. Вот это твоя фраза про личинок, ее прям вырезать из контента. Да ладно, кто-то из моих зрителей совершенно потрясающий комментарий написал, что все замечательно, все хороший стрим, все хорошо. Но рубить червяком дерево, это, конечно, очень по-моему, кратовски. Меня так повеселило. Так, ну что, немножко усовершенствовал домик. Будет удобнее ходить. Ха-ха. Ты тытки там, что ли, проделал? Ой-ой-ой-ой, Герон, ты мне снес половину хп. А-а-а. Да, что-то я не сообразил, что надо было, наверное, отключить пвп. Ну ладно, так даже интереснее. Так, больше реализму. Реализм какой-то зачем-то придумали. Ой, откуда меня столько помило. А, ну да, Вова же летал на остров. Чтобы мы не ожидали 40 лет. Да. Да, считайте, что это все было по-честно. Ну, в принципе, это почти по-честному и было. Почти? Да. Ну, почти, ну, подумаешь. Так, у меня тут сплошное что-то уголь из гравия. Так, а ты просеиваешь гравий, да? Да, я просеиваю гравий. Я был бы не против, если бы мне его подали. А ты пока иди дальше, каблуги не риски хочешь. Лови. Спасибо. Я думаю, что на этом месте я поставлю свою запись на паузу. И, собственно, к вам вернусь, когда мне будет что-нибудь интересное, что вам можно показать. Я железо добыл, сколько нам нужно. Ага, отлично. YouTube, мы, собственно, с вами вернулись. Я, если бы, оказывается, могу сделать каменную мотыгу. На самом деле, зачем мне каменная мотыга? Я увидел то, что у нас есть одно семечко, и хочу начать его постепенно выращивать. У нас здесь есть куча, в принципе, бомбилы, поэтому почему бы им не воспользоваться? При этом у меня осталось две единицы еды. Это мне очень нравится. Кстати, 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 кстати. Насчет земли. Спасибо, да? Нет, у меня есть коварный план. Кому-нибудь вот этот вот ручеек здесь нужен? А, вижу, там у нас вид. Можно, можно, можно. Сейчас будем тростник делать. Да, мы сможем задание выполнить на Букбиндер. А, отлично. Еще одно. Если нам тростника хватает, ну, если у нас есть три штуки, в общем, целый. Есть. Ну, отлично, тогда можешь делать. Не, а что, у нас есть тростник уже, да? Ну, он вырос здесь, пока не мере три штуки, я вижу. Так, а тогда зачем я несу землю? А, ну, ладно. Меня опередили. Окей. И, кстати, пока я здесь, собственно, занимался каблом, у нас Воба умудрился получить необходимое нам количество ресурсов на то, чтобы сделать Игниус Экструдер. Да, собственно, сейчас сложимся в сундук, вы можете это собрать в песок и переплавлять в печке, и у нас будет, если мне правильный рецепт сказали. Да, вроде да. У нас просто сейчас 42 единицы пульвера из Тайронор, 20 голтора и 33 тинора. Ну, вообще, отлично, мы почти богачи. Да. Так, а я вот единственное, что еле хожу. Надеюсь, что я сейчас успею дойти до верстака и сделать себе хотя бы хлеба. Надеюсь. Я прямо очень медленно ползу. Ой-ё. Да-да. Тут, оказывается, несколько веток квестов. Ой-ё. Да-да-да-да, это очень ненадолго, я тебе отвечаю. Ну, это я уже начал догадываться. Ух ты, один кусочек хлебушка нам дает полторы этих самых единицы. Они есть не поправили. М. Я почему-то на рыбу не могу... А, квест есть, вроде выполнил. Так, гнилая плоть и кости нету, забыли. О, сапфер, да, давайте. Я заберу себе награду. Красивую музыку включили. Ну что, давайте заглянем палец. Вообще, по идее, Agrarian Skies предлагает нам сначала развить смелтери и только потом идти на thermal expansion. Ну, посмотрим. Так, я сейчас должен забрать себе награду. В принципе, это более-менее правильно, потому что если мы построим смелтери, то мы сможем спокойно плавить в два раза эффективнее абсолютно все, что мы получаем. Это выгодно. На самом деле. Так что мы можем вполне заняться смелтери. Но в любом случае, вначале нам понадобится Ignis Extruder и Aquis Accumulator. Как только мы их получим, можем заниматься собственно, кипс-констрактом сколько угодно. Герон, а ты там какой-то квест выполнил, да? Да, какой-то квест. Сейчас скажу даже какой. Какой-то на червяков. Сурвил из Not Testio. А, да это мы еще в хронной стриме выполнили. А, так Герон же ушел раньше минуты, наверное, носить. А, да-да-да. Да-да-да-да. Отлично. Сейчас я сделаю. Что-то у меня этих сумочек скоро девать делать некуда. Хи-хи. Так, а это что, квест, который каждый, что ли, должен делать? Почему-то я не могу здесь получить награду. Да, там надо маню. Потому что... Так нет, все по 100%. Здесь два подквеста. Называется Forming Clay и Fireing the Pottery. Они все выполнены, но почему-то я не могу сделать себе... А ты ему там внизу уже, небось, нужно что-нибудь выполнить. Пикло, выбери одну награду внизу. Так, вроде делал так уже. Появится кнопочка. Неа, не работает. А там есть надпись Complete? Нету. Может, в этом дело? А у тебя-то получилось эту самую награду взять? Моу, у меня же, видишь, сколько сумок, три штуки. Сейчас буду открывать. Ага, понятно. Ну ладно. Тожественный момент. Так, а я тогда буду крафтить эту штукенцию. Так, я так понимаю, что есть четвертинок сердечек. Можно сделать одно сердечко. Ага. Да только аккуратнее, если тебе из сумки гнилое сердце выпадет. Да, не повторяемые ошибки. Я тоже так ошибся, когда в синглплеере играл. Это я уже заметил. Коварная все-таки карта. Да, не то слово. Та-дам. Еще одна жизнь. 8 штук теперь у нас. Так, теперь открываем сумочки. 16, чего-то там, да, Ленте? Можем делать автономный активатор. У меня есть еще один из угроз. Dry and Rec. Зачем мне Dry and Rec? Ладно. Так, а вот это для меня на самом деле новость. Понятно, выдали зачем-то разноцветная лестница. Обалденно важная. О, и книжка, книжка какая-то. Книжка на Breaking 3. Зачарованная, как вам? Отличная книжка. Великолепно. Хочешь покажу? Не верь глазам своим, Лень. А ты мне скинул, да? Да, ты уже взял. О, господи. Но если у нас вдруг все-таки появится возможность снимать энчанты, то будет неплохо. Так, в Майнфакторе есть... У нас есть два алмаза и два изумруда, можем, если что, активатор сделать, что очень здорово. В Майнфакторе есть возможность снимать энчанты. Ну да, только оттуда надо развиться. Да, для этого, наверное, я буду сейчас просевать землю в надежде получить кусочек Раббер Саплинг. Уж больно хочется. Полтора процента. Я получал в синглплеере. Ну, мы в любом случае рано или поздно получим. Рано или поздно мы получим. То есть, получается, мне на пять деревьев идти рубить. И быков очаровывать. Кого очаровывать? Да, это из мультика про дядю Федора. А что мне делать в этом платье? Ну, дрова рубить, быков очаровывать. Грустно звучит. Да ладно, что, очень оптимистично. Так, а мы с вами почти готовы себе получить нужные ресурсы. Господа, тут есть у нас эксперт по MyCulture? Есть. Вот у меня тут есть некая Grasshopper Bait. И вроде как ее можно просто использовать, когда ловишь рыбку. Удочка, нет, удочка должна быть специальная. У меня есть. У меня есть. У меня есть тоже специальная удочка. Readfish and Croad. А ты когда на нее наводишь мышку, там написано, какой... А, и зажимай shift, по-моему. Там написано, какой тип наживки можно использовать. Да, вижу, подходит. Вроде как можно. Может, я просто ценную рыбу наловлю, которая будет останавливать больше сытости, что-нибудь подобное. Больше нет. И вот к чему. Да мне кажется, что проще кушать наживку. Да, в морякал через эту рыбу и проблема. В любом случае. Вы можете попробовать? Кстати, Герон, если ты сейчас делаешь землю, давай какое-нибудь время ее не перерабатывать. Давай сделаем человеческую ферму хотя бы хлеба. У меня есть 19 семян. У-у-у, хорошая идея. Неплохо. От этого хлеба толку мало, но... Мне неплохо. Полторы единицы восстанавливает за один хлебушек. Ну, да. Я только на хлебе жил. Слышите себе бедным несчастным африканским этим... Как их? Беженцам. Да. Прямо какие-то фавел души, трущобы такие. И тут выживаешь хлебушек полтора единицы голода восстанавливает. А, так что я встаю? Тогда я пойду деревья рубить. А я почти все заплавил. А, мне же еще нужно 4 кабла. Даже не 4, даже 6. Причем именно кабла, а не гравия. Потому что мне из него надо сейчас будет сделать песочек. Хотя нет, наверное, можно было из гравия это делать, что-то я ступанул. Ну ладно. А как мы будем воду выливать из бочек? Ведрами. Готов ли у нас и билос экструдер? Ты что, его сделал, что ли, уже? Нет, я спрашиваю тебя. А, я сейчас себе делаю песок. Ребят, вы не поверите, но тут есть всякие ведра из глины. По-моему, есть, но они разовые. В них лаву, допустим, можно один раз перенести. Да. А воду можно бесконечно переносить. Ууу, так это мы теперь можем сделать бесконечный источник воды. Только они тут не работают. Да. Как это не работают? И это понерфили. Ага. Мы можем сделать себе аквас-аккумулятор и поставить его в 4. Рядом с водой. Но, Герон, предупреждаю сразу, есть баг, с помощью которого ты можешь получить бесконечную воду. Я внимательно слушаю. Берешь? Стеклянную бутылочку, которая из 3-х стекла краптица. Ага. Кликаешь на источник воды. Ну, вот, допустим, который у нас наверху, или в Каблгене. Источник воды не тратится, бутылка наполняется водой. Подходишь к бочке, заливаешь из этой стеклянной бутылочки туда воду. Ага. Это читерство или нет? По хрен его знаешь. Да, собственно... А, это богоюзательство. Да! Назовем это так. Ну, оно так и называется, что вы тесняетесь. Я считаю, что если нам срочно нужна будет вода, и у нас опять начнется длительное ожидание дождя, то можно будет. Но так просто... Зачем у нас сейчас воды предостаточно? Так, где-то я здесь видел редстоун. А, вот он. О, два эмиральда. Да, и два алмаза. Можем делать автоносные активации. Только вот от одного толку мало будет. Со мной, со мной, со мной, со мной. Сейчас, сейчас, пока его не делаем. Торжественный момент. Торжественный момент. Сейчас. Слышу крипера. Ай! Торт. Долго богу, взрывать ключи. Давайте поспим сразу. Давайте, согласен. В греха подальше. Демократия сейчас победит. Пока народ тут дрыхнет, я и скрафчу. Точнее, я жду стекло. А почему я ничего не вижу интересного? А потому что я жду стекло. Так, актюз аккумулятор. И смотрите, вот этот верстак, я делаю машинфрейм. Ну, я смотрю, ничего не вижу. Я сделал машинфрейм, вы не видели, да? Я видел. Я видел. А почему ты видишь, а я не вижу? А я видел. А куда ты смотрел? Крафтинг стейшн. Который у нас в воздухе стоит. Ничего не смотрю. Не вижу. Почему-то. Это очень странно. Я сейчас... А, сейчас вижу. Поршень вижу. Поршень. Забрали. И теперь пневматик сервал. Нам на это нужен еще один этот стол. Ну, у нас он, слава богу, есть. Да. Только, блин, у меня нет еще одного железа. А, я его не доплавил. Ой-ёй, это наживка отравляет. Не, не хочу. Отравляется, а то питает. Все-таки лучше, чем ничего. Ну, не знаю. Тангер оверхолм очень медленно регенерируется с дороги. Это да. И смотрите на пневматик сервал. И пневматик сервал. Ура. Игорь Жекструдер. Е-е-е-е, наконец-то. Теперь гравтим бочку. Ура, сейчас я сделаю какой-нибудь... Да можно даже сундук для начала. Так, куда бы нам поставить? Да давайте бочку сразу, зачем сундук? Ну, тут можно. А у тебя есть железо? Железо 3 ингота. Ну, я не знаю. А, тогда давайте я бы реван тебе дам. Сейчас выложу, а потом железо. Ты мне дашь. Я сделаю бочку хотя бы. Так, у нас ведерко у нас есть? Нет. Давайте мы сделаем вот эту глининую штуку. А как мы сюда лаву перенесли? С помощью ведра, но оно же одноразово. А, понял, глининого. А глина у нас из земли? Да, из даст. Из даст. Даст кладем в бочку с водой, и все хорошо. И получаем глину. Ага. А даст какой? Любой? А, даст, который, я понял. Который из мельчен. Хочешь, дам, даст кусочек. Ну, на самом деле, ведро бы сделать. Я просто хотел запустить этот самый экструдер. Сейчас я сделаю ведро. Расслабьтесь. Мы его настроим на выход сверху. Эм. 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 О. Что такое, герой? Булок глины. Ничего себе. Все, хорошо. А, меня лагануло. Все, хорошо, я жив. Ты бочку скрафтил нам? А, нет, герой нам скрафтил этот самый, ведерко. Да. Дай лавы. Оброжди, оброжди, не дай лавы сначала, сначала воду. А, ну давай сейчас воду заберем. Так, ее нужно, видимо, зажать в печке сначала. Кого? Ведро? Да. Я сейчас не помню. Я сейчас попробую. Да, обжаривается. А, да, non-fired. Будет обожженное ведро. Ведро. Я вот крафтичу пока бочку. Ей. Похоже на герой, который цветовый. Ага, у вас крафтил бочку. Но неважно. Потому что мир Грайн Скайс такой суровый, что прямо жуть. И все. Отлично, все, у нас появился автоматический кабл джен. О, мне дали, кстати, звезда. Надо ее переставить, как-нибудь неудобно стоит. Вот так, все. Теперь можем сюда поставить бочку, и вот сюда бочку. Для гладкого камня и для обсидиана потом. Ну, для обсидиана нам требуется куча-куча лавы и воды. Но на гладкий камень нам нужно просто источник воды. Для этого нужно аккумулятор. Да. И тогда я смогу построить красивую платформу. И генератор могу. Так, аккумулятор. Ребята, я вас не хочу, как бы, заранее радовать. Но, в принципе, если мы сейчас себе подкопим еще железо, у нас такие опять на него все есть. Ребята, у меня плохая новость. Тут нет чизеля. Да и ладно, зачем он тебе? Как это? Я же тут хотел построить красивую платформу и с помощью чизеля, и с гладкого камня, блыжи. Герои с каменных кирпичей. Ты лучше, чем ничего. Не, ну каменные кирпичи, они-то как-то мне... Это простовато. О-о-о. Да, я эстет. Тот еще. И герон, этим все сказано. Эстет герон. Который сейчас пойдет снова на крышу рубить деревья, потому что да. А я тут тоже срубаю вот это вот дерево, на самом деле. Я хочу сюда попробовать посадить саплинг из пам с Харвесткрафта. Если честно, я понятия не имею, как они работают, но полагаю, что все-таки их нужно посадить в землю. Да, сажаешь в землю, он растет какое-то долгое время, как обычное дерево. Все. А потом вырастают на нем фрукты, которые можно будет собирать, по идее. Вот. Насколько помню. Лимончик. Так, а у нас буни-мил есть немножко? Давайте попробуем. Есть, 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 есть. Вы, конечно, очень умные. Вы нам источник, собственно, каблы разломали. Вон, видишь? Чего-чего? А, ну да, зачем он тебе? А так добывать. Так у нас живот теперь добывать. Ну, тут надо ставить на землю. Да, хвост, спадя. А вот эти цветочки, из них появятся зависти, зависти, плоды. Ура! Надо вот такую плантацию сделать. Хоть какая-то еда. Потом можно будет сделать из гладкого камня специальные джуйсеры. И потом из этих плодов и джуйсеров можно будет делать себе джеле. Джуйсер у нас делается весьма просто. Из гладкого камня и першиплэйта. Да, я о чем говорю. А гладкий камень мы можем делать автоматически из экструдера, если у нас будет источник воды. А для этого нам нужно поставить актиус-актиумоаккумулятор. И получается, что источник воды нам сейчас выгодно делать. Да, собственно, я, пожалуй, начну этим заниматься. Я бы рекомендовал, конечно, сделать на самом деле два аккумулятора в итоге. Один где-нибудь рядом с переработкой всего и поставить над ним бочку, чтобы мы могли получать глину и прочее, когда нам надо. Можно просто воду. А другой поставить вот там вот для получения гладкого камня. Можно вполне себе. Мне все-таки так не нравится, что в пустоту улетает еда. Это да. Надо будет все-таки, наверное, расширить ферму, не пожмотиться и потрачивать на это немножко древесины. Я считаю, что это выгодное. Кстати, еще есть 44 штуки древесины, если тебе надо. Хотя зачем, если у нас есть Кобблстон, который я могу поставить на платформу. Некрасиво. А, да, слушай, логично. Я еще один из замородов нечу. Мы можем здесь крафтить яйца спам на жителей, интересно. А, сейчас посмотрим. Я тоже хочу на это посмотреть, чудо-природа. Вы что, смеетесь? Можем. Из яйца и куча алмазов. Ой, и алмазы без замородов. Ну, на самом деле, логично. И в принципе, думаю, оно того бы в итоге стоило. Изумруды мы достаточно легко можем поменьшать. Подождите, я сейчас хочу на это посмотреть. И нам бы, конечно, выполнить квест на мобспавлер. Мы можем торговать с жителями. А зачем нам жители? Торговать. Торговать, получать алмазы. Алмазы, а, изумруды. Редстоун. Алмазы не так ценные, как редстоун в этой карте. Поверь мне. Но это ладно, редстоун. Но все равно жители для чего-то нужны. Скорее всего, как источник изумрудов. Для того, чтобы чего-то не крафтить. Ну, всем, кто в констракте, да, их можно переплавлять на изумруды, в принципе. Но это нелогично. Мы крафтим яйца жителей из изумрудов. Хотя, если мы скрафтим два яйца жителей, заставим их размножаться, и потом будем переплавлять излишки на изумруды, мы с вами оказываемся в огромном плюсе. Вы что, всерьез хотите плать жителей? Ну, а почему нет? На изумруды. Ну, это же кровожадно. Ну, придумаем другое использование. Убеди нас в том, что оно того не стоит. Ладно, YouTube повернемся. И на этом мы с вами прощаемся. Увидимся в следующий раз. С вами был Zip The Hedge. Герон и Вова. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова